Время, проведенное в больнице, непростое для каждого пациента. Особенно сложно этот период переживают дети. Для них становятся недоступными любимые игрушки и мультфильмы. На время приходится забыть о прогулках с друзьями на детских площадках. Сегодняшний день в Республиканской клинической больнице особенный. Она отмечает 31 год со дня основания. Для сотрудников больницы, родителей и малышей праздничный концерт организовал благотворительный фонд «Будем милосердны». В восторге от праздника не только медицинский персонал, но и родители, которые разделяют больничную койку со своими детьми. Это детская республиканская больница. Находится очень много детей со всей республики. И, конечно, детям нужно не только лечиться, но и как-то развиваться, познавать мир, узнавать что-то новое, интересоваться. Я считаю, что нужны, потому что дети в основном только процедурами заняты. Прогулки на воздухе, конечно, есть, но досуг тоже нужен, поэтому как-то отвлечься ребятам не помешает. Хоть отвлечение какое-то, или постоянно в палате, или хоть что-то есть у нас. С особым волнением и нетерпением праздник ждали, конечно же, дети. К маленьким пациентам в этот день приехал театр ростовых кукол. Кроме этого, детям показали мультфильм «Холодное сердце». Республиканская детская клиническая больница начала свою работу в 1988 году. За это время менялось не только руководство, но и страны. Однако интенсивное переоснащение больницы медицинским оборудованием, внедрение новых методик лечения началось в течение последних пяти лет. Было отремонтировано несколько отделений, сделан фасад здания и оборудована прилегающая территория. Вот столько, сколько было сделано за последние пять лет, не было сделано, наверное, за всю историю больницы. Очень огромный вклад внесен в материально-техническую базу, в ремонт. Вы видите, прекрасная территория обустроенная, новые ремонты, новые стройки, новое оборудование. Это как и от простого до сложного, до оборудования магниторезонансной томографии и так далее. То есть это довольно сложное оборудование, которое ранее эта больница никогда не видела. Несмотря на уже проделанную работу, сделать предстоит еще многое. У больницы остается потребность в оборудовании, ожидают ремонта и еще несколько отделений. Потребность все равно остается. Остается потребность в некоторых видах оборудования, которые нет возможности закупить, например, за средства больницы. Нужно отремонтировать отделение ортопедии, травматологии, нужно будет отремонтировать отделение хирургии. То есть у нас основной упор во время модернизации был сделан на ключевые отделения. Это реанимации, это приемные покои, это большие соматические отделения. Больница обслуживает весь Крым. Ежесуточно в приемный покой обращается до 120 человек. За год пациентами больницы становится порядка 15 тысяч крымчан.